Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у меня сегодня первый обзор на канал Самвелла Адамяна. Да-да, я сегодня буду обозревать три последних влога. Начнем с посылки из Москвы. Посылка, какая радость! Самвел обожает посылки и начал кричать и причитать. Не знаю, читали она, чинита ли она. Из Москвы, говорит, да, была одна такая, которая мне уже высылала. Вроде как Лену признал, признал ее по посылке. Говорит, я Москву люблю, политику просьба не привязывать. Ну и, как всегда, на камеру начал охотяхать, напомнив мне тем самым Якубовича из поля чудес, который весь в шоколаде, но радуется всему, что ему подарят и преподнесут. Так и Самвелл, словно слаще морковки, ничего в своей жизни не пробовал. Тут же Игорь, который был у него в гостях, тоже начал подыгрывать Самвеллу. Томас тоже к ним присоединился. Ну, а с другой стороны, понятное дело, что это приятно, получать подарки, получать посылки в любом возрасте. И надо, конечно же, подыгрывать, играть хорошо, чтобы еще выслали и одарили подарками. Досталось не только Самвеллу, но и про Томаса Лена не забыла. Кот на радостях залез в коробку, что ему тоже что-то перепало. Далее Самвелл померил костюм. Костюм назывался Николай. В общем, я не знаю, что это была, пижама или это был просто костюм для дома, но не суть важна, как говорится. В посылке был также подарок и для Игоря, да, представляете, который по странному стечению обстоятельств был в гостях у Самвелла. Ему передали набор столовой. И Игорь такой, знаете, скромный, говорит, блин, мне так неудобно принимать вот такие подарки. Принимать, вроде я, ну не вроде, да, а говорит, я мужчина и принимаю подарки от женщины. Ну, как-то это не очень. Далее, далее Самвелл оторвал от себя, вернее, от подарка той самой Лены из Москвы, поделился с Игорем шоколадом, шпротами, мылом, полотенцами и так далее. Здесь, конечно, я могла бы сказать, какой он молодец, какой Самвелл щедрый, как он тоже любит одаривать своих родных и близких, а также друзей. Но, вы знаете, после той картины, после того влога, когда они ездили к Наде, вот с этими голодными котами, у меня эти голодные коты по-прежнему стоят перед глазами, да, когда, когда коты хотели есть, бегали за всеми подряд, стоял Самвелл, стояла его мама, стоял Коля со своей мамой, все такие упитанные, все такие, в общем, при подарках, при еде, да, им там надавали кучу-кучу всяких узелков, но никто, все так переживали за голодных котов, особенно Самвелл за них переживал, но так их, в принципе, и не покормил. Бедные коты, такие несчастные, люди кругом действительно были сытые, с едой, но никто о них даже не подумал. Поэтому, в общем, да, как-то так. Далее, друзья мои, уже очередной влог Самвелл в гостях, ну, почти уже не в гостях, почти у себя дома, на кухне у сытников. Ну, такой, знаете, не тактичный, это вот мало сказать. Ему Света предлагает подарить вазочку, там перебирают они свое барахло на кухне, да, и она говорит, вот, слушай, можешь вот эту вазочку забрать, она смотрит, что он вроде как ею заинтересовался, но сказал бы, спасибо, мне не надо, у меня своего барахла полно. Нет, он такой ей говорит, она грязная. Взял просто и опустил одним махом человека. Колясик вообще кричит по полной программе, как потерпевший, пока я его слушала в наушниках, у меня чуть было уши не заложило. Но тактичный Самвелл, в кавычках, на этом не остановился. Стал стебать Колю с мамой за то, что у них завалена, по его мнению, в общем, всякими ненужными вещами, вся кухня. Начал спорить с Колей про эти контейнеры, да, говорит, куда вам столько, у вас, мол, нет, куда вам столько этих контейнеров, у вас, говорит, нет работающих людей, зачем вам столько их, зачем, 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 вопрошает Самвелл. Но и на этом он не остановился и говорит, даже моя мама все вот эти вот судочки, как он сказал, раздала. О боги, подумала я, наверное, что-то случилось, и земля ушла из-под ног, если сама мама Самвелла что-то кому-то отдала. Обычно она все, как говорится, гребет под себя. В общем, да, свяжу предание, довериться с трудом. Ну, а Коля молодец, парирует Самвеллу, что-то Коля был вообще не в духах, а мы, говорит, все храним и ничего не выбрасываем. Ну, а далее показали бар, показали бар, а там чего только нет, бутылок, мама не горюй. Самвелл просто, знаете, чуть не довел тут же Колю до Сугундера, говорит, о, столько, мол, бутылок, надо пригласить сюда подписчиков, столько бухла, можно, говорит, есть и пить. Ясное дело, что Самвелл шутит, но Колясик эти шутки не оценил, говорит, ага, сейчас, говорит, тут все такое дорогое, а я, мол, буду кого-то поить. В общем, да. Со стороны, конечно, смешно, что Самвелл приходит и указывает сытникам, что им делать, как им себя вести в своем собственном доме. Ну, а с другой стороны, как говорится, кто банкует, тот и заказывает музыку. Ну, и еще один влог, друзья мои, который мы с вами будем обозревать. Мама принимает подарки из Москвы. В общем, да. По такому случаю маму селась в кресло, нарядилась, нацепила на себя платье, да с таким вырезом, что, как говорится, мама не горюй. Да, явно не по возрасту, было платье неплохое, но вот этот декольте точно не по возрасту, потому что у нее все время оттуда пыталась вылезти грудь. Нацепила на себя бусы и в предвкушении перед тем, как Самвелл ей водрузил на ноги, на колени посылку, она сказала, ой, я Москву люблю. Глаза горят, смотрю у мамы, руки не слушаются. Ого, ого, повторяет мама. И увидев, так было смешно, в общем, там некие подарки были завернуты в пакеты, в обычные полиэтиленовые пакеты, на что, значит, Самвелл ей смотрит, что мама никак не может справиться с этим пакетом и говорит, так ты бери его, разрезай, разрезай. Она говорит, не, 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 я, говорит, никогда их не разрезаю. Я, говорит, развязываю и никогда ничего не выбрасываю. Тут уже я начала смеяться. Знаете, Самвелл только-только в предыдущем влоге ругал сытников за контейнеры, а маму за пакетики копеечные, которым вообще копейка цена в базарный день, ругать не стал. Как говорится, у каждого свои, знаете ли, интересы, да. У мамы свои. Мама так увлеклась дарами из Москвы, что не заметила, как ее грузи, грузи, как ее груди полезли из декольте. Тут уже, слава богу, конечно же, ей сделал замечание Самвелл, говорит, мам, смотри, у тебя там уже туда в это декольте и бусы свалились. В общем, говорит, поправь, поправь все это дело. Тут же, смотрю, не успела оглянуться. Они вот грязными руками после вот этой вот посылки стали рвать, прямо рвали. Они не резали, а начали рвать вот эту пастилу. Самвелл стал рвать, как будто он ничего в жизни не ел. И в этот момент показали ноги мамы. И тут уже меня чуть было, знаете, не стошнило. Как бы я все понимаю, товарищи, да? Ну а что, нельзя надеть носочки, если вы знаете, что вас снимают. Зачем выставлять свои недостатки на весь белый свет? Вообще непонятно. Далее мама показала, как говорится, кто в доме хозяин. Говорит, не было бы меня, сынок, не было бы тебя. Ну, логично. Не было бы, говорит, тебя, не было бы этого всего. О, как! Вот это мне вообще понравилось. То есть Самвелл для мамы, это, знаете, равно праздная жизнь, как говорится. Сказала так, что словно она его любит только за одно. Только за то, что имеет такую возможность принимать презенты и жить в шоколаде. В общем, да. Ну, а далее очень и очень обрадовалась коньячку. Трясла своими вот этими вот подарками и все выпытывала у сына. А у тебя, говорит, то же самое тебе, мол, прислали. Он ей говорит, да, да, то же самое. Она ему опять задает вопрос, тебе то же самое прислали. В общем, испугалась мама. Не дай боже, сыночка, сыночке больше перепадет, чем ей. Далее нарядилась в новый комплект, который ей выслали. И говорит, ой, да, в общем, замечательно. Я вообще так выгляжу. Говорит, как бы я хотела поехать к этой Леночке в Москву в гости. И такая уверенная продолжает дальше, говорит, да, я уверена, меня бы с удовольствием, с распростертыми объятиями приняли бы там. В общем, сама скромность, а не мама. Самвел сделал маме тут же комплимент. Говорит, мам, а так и не скажешь, что тебе 73 года. А она ему в ответ и говорит, да, конечно, я же мама Самвела. Должна соответствовать этому статусу. В общем, друзья мои, я валяюсь, как говорится. Вот такой у меня сегодня получился первый обзор на канал Самвела Адамяна. Естественно, всех целую и обнимаю. Всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всех тех, кто подписывается на канал, всех, кто ставит лайки, всех, кто пишет хорошие, адекватные комментарии. Всем огромное спасибо. Всех целую. Всем пока.